Добрый день, уважаемые интернет-пользователи! Мы начинаем нашу онлайн-конференцию. В какой-то веке за окном летняя погода стоит. Сегодня у нас тема нашей беседы замечательная, самая белорусская, народная. Тема купалия. Совсем скоро мы будем отмечать, ну, начинать отмечать этот праздник. В ближайшие выходные пройдет фестиваль Свято Солнце. Сегодня мы узнаем все об этом празднике, все о фестивале. Я рада вам представить наших гостей. Ника Харитонова, представитель Орг-комитета фестиваля Свято Солнце. Здравствуйте! Добрый день! Василий Грибовский, ведущий фестиваля. Здравствуйте! Витаю! Наталья Лишек, куратор FIRE, части фестиваля Свято Солнце. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! В течение ближайшего часа я, Екатерина Забавская, буду озвучивать вопросы, которые задавали вы, наши уважаемые интернет-пользователи и телезрители, на сайт tvr.by. Ну что ж, вопросов много, времени, как всегда, мало. Анна задает первый. Уважаемые гости, объясните, пожалуйста, почему купалье празднуют в разные даты? Кто-то 20 июня, кто-то 24-25, где-то вообще отмечают 6 на 7 июля. И почему ваш фестиваль проходит именно 17-18 числа? Кто ответит? Ну, давайте, пожалуй, начну я. Да, давайте. Ну, вообще, по старым традициям, купальская ночь – самая короткая ночь в году, то есть, условно, 20, 21, 22 июня, где-то так вот по нашим земным временным промежуткам, скажем так. А в эту ночь, по всем поверьям, то есть, вылезала нечисть, она могла навредить, скажем так, окружающим, поэтому для того, чтобы избежать всяких последствий, люди жгли костры, веселились, то есть, всячески ее отгоняли. Ну, и, соответственно, так как в этом году самая короткая ночь приходится, к сожалению, на будний день, естественно, мы можем отпраздновать, но локально, но глобально мы решили взять в ближайшие выходные, в ближайшие выходные, то есть, 17-18 число, именно поэтому наш купальник в дудутках пройдет уже в эти выходные, 17-18 июня. А почему получается, вот как Рождество, католическое и православное, разные даты? У нас, например, там традиционно в деревне 6-го на 7-го отмечали, и у нас она почему-то Яна называлась. Ну, купальник иногда его называли, но в основном на Яна мы ехали все. Это как вот... Ну, здесь уже больше, мне кажется, христианские традиции повлияли на летоисчисление и на название, потому что все-таки по христианскому календарю праздники немножко перемежаются между собой, и Иоанна Притечи, Рождество, вот, собственно говоря, почему Иван Купала, Иоанн Крещение. И, соответственно, 6-е, 7-ое июля по новому христианскому стилю. Вот, а если это языческие традиции, то это, соответственно, на неделю пораньше. То есть 6-е, 7-ое, это все-таки больше дань христианским традициям, скажем так, нежели языческим и более народным традициям. То есть у нас сейчас, как у истинных космополитов, белорусов, есть шанс встретить и по языческим традициям, и по православным традициям? Конечно, наверное. Было бы только желание. Я бы еще допомнила, на самом деле у нас шанс встретить его три раза в году. Это можно, как и положено в язычестве, это самая длинная ночь, самая короткая ночь в году, день летнего солнцестояния. Вот, мы к ней приближены с нашим фестивалем. По католическому календарю это будет 24 июня, а по православному календарю это 6-го на 7-го июля. Получается языческий, католический, православный. Все, разобрались. Василий, вы что-нибудь добавите к этим датам, к смешению? Я додам, додат. Видите, в уголе ранее, прудки-то наши календароик мы не мали, в сенте, что в гугл зашешь и глянув сюда-то. Бывало, что свято купальлия святковалась на протягу месяца. Даже так? То есть это не только короткая самая ночь в году? С конца травня, то боки до конца, там, червеня. И спочатку одна везка, потом эстафета, инша, и ось так весь паветик потиху, мне кажется, так месяц гулял. Ну, потому что потом началась тяжкая праца. И белорусам треба было выгорится. А уже, Наталья сказала, да, уже христианство, мы так, подтягнувши дату, все-таки язычнества немалось. И тому купальли-купальли, увогули, а янг это ян. Ян 7-го и 25-го, католики православные. Купальли 24-го и 6-го. Самое аутентичное, получается, народное в нашем понимании. Еще бы хотелось добавить по христианским традициям, которые вот этот праздник замечательный Иван Купал забрали, так сказать, в свой репертуар праздников, если так можно выразиться. И вообще считалось, даже вот у меня в деревне было такое поверье с ночью Ивана на Купалу, вот разрешалось купаться уже детям, взрослым. И заканчивалось это на Ильин день в начале августа. На Илью, точно, да. После этого вода действительно как-то не крутится, становится холодной, она больше не прогревается. И считается, что именно на этот период вся нечистая сила вышла из воды, ты можешь себе позволить купаться, плавать, загорать вдоль и на день, потом все возвращаются. Действительно, спасибо большое. Разобрались теперь с этими праздниками, запомнили, что три раза можно отмечать. Начать уже со следующих выходных, которые будут. Наталья спрашивает, здравствуйте, а для чего прыгают на купалье через костер? И правда ли, что если парень и девушка, взявшись за руки, перепрыгивали через такой костер, они непременно должны были пожениться, чтобы не навлечь беду на поселение? Как было вообще в наших старых временах? В старых временах. Но на ком-то беду на поселение, то бог говорит, это не совсем беда на поселение, на хучей беда на саму пару. Ага. То вы повинны разуметь, что это дуже отказный момент был. Почему? Гайсануть минавита пара йоны она, Праскупальская, вогнище. Оно высокое. Кострыще было отповедное, головешки все, чтобы в городах, да, могу досягать метров выше него. И на видовоку во всех, чтобы ваши руки не разъединялись, это был отказный момент. Но это не все пары здесь снялись. И это для их была беда, что их отношения были не выпрямлены. А на конд поселения, это наврать парами. Вот, например, калли там хлопцы гойсали, эти девчаты тройками, четверками, было и такое. Они были высокого пары. Я вот этого не знала. Разумеется, это был уже инши сэнсы. Они скокали дзеляча гостей, тубок дзеляча гостей. Чем выше скокают хлопцы, тем лучше там лену родзи, джита, хлеб будзе высокий на рест. Девчата так само. Вот, гэта вышиня, за все дебрать вышиню. А пары, это уже особная тема. Им главное не разъединиться и благополучно, так сказать, перейти через это. Можно я вот добавлю насчет этого вопроса и страха поселения. Самым главным условием, на самом деле, было у всего поселения, так сказать, вот какого-то определенной местности, именно в эту ночь они должны были все не спать. Почему? Потому что выходила вся нечистая сила. Свои дома они обкладывали крапивой везде на подоконнике, везде, где могли просочиться. Возле порога на подоконнике должны были положить крапиву. Потому что в этот момент очень активизировались ведьмы, например. Чтобы они не проникли в дом. Также крапивой обкладывали и старались где-то, опять же, свечки запалить. Это конюшни, потому что ведьмы очень любили взять коня. И увезти. На Лысую гору, соответственно, назад они уже не вернут. И вот в это время все поселение выходило к берегу реки, там делали костры. И вот они всю ночь водили хороводы, там свои обряды совершали, но смысл был в том, чтобы не спать. То есть они, условно говоря, будем говорить практичным языком, занимали себя чем-то для того, чтобы просто не уснуть, правильно? Ну, обряды, традиции, все вот эти вот моменты, они крайне важны, они ассенсованы, они к чему-то приурочены. Но главное, чтобы человеку не дать уйти в объятия морфе. Тут еще очень важно для них, кроме всех обрядов, это обряд самосновного чищения через огонь. Это раз. А второй огонь еще вскрывает скрытые резервы. После этого, после Купальской ночи, человек, который, допустим, плохо шил, мог гениально начать шить только потому, что вот он поверил в то, что у него открывается эта возможность. Поэтому еще насчет поселения и их страхов, у них было на самом деле принципиально это как бы то, что через огонь это вот символ чищения прыгать, а водить хороводы. Это символ объединения всего поселения. Хороводы тоже очень-очень важны. Дети тоже не спали в Купальской ночи? Однозначно. Матери, допустим, детей, которые болели в этом году, они брали их одежку, то есть не принято было одевать в том, чем очень серьезно болел ребенок, и это сжигалось на кострах в том числе. Взрослые люди проводили скотину между кострами, чтобы тоже скот не болел, больше молока отдавал и так далее и тому подобное. То есть там было всем чем заняться. Все были заняты, хоть бы успеть там, потому что за эту ночь, да, потому что она самая короткая, и надо всю скотину свою поперенести. Ну и уже, чтобы окончательно задать вопрос, да, непосредственно сам праздник, да, ну в большинстве поселений начинался с того, что глава поселения, там деревни, повета и так далее, с самым сильным воином они спускали с горы колесо подожженное, то есть и если колесо ровно входило в воду, то все будет замечательно, урожай, все будет хорошо. Если же вдруг, не дай бог, колесо как-то накренилось, какие-то сделало там повороты и так далее, то это считалось, что поселению ждет что-то нехорошее в этом году, вплоть до того, что меняли главу поселения. Ничего себе. То есть да, вот начинали с огня и заканчивали огнем. Казалось бы, колесо просто скотину. Колесо, а тут надо с наровкой умений, так что не все так просто. Наверное, как-то с этим связано, вот я возвращаюсь к своим традициям в деревне, да, у нас мама и папа были из соседних деревень, полтора километра, колеса трактора собирали заранее все и жгли вот эти вот колеса, и обязательно надо было соревноваться, у кого самый высокий костер, самый высокий. И если с одной деревни было видно костер, с другой деревней, это значит молодцы, там ребята постарались. Серьезно, где-то за две недели начинались уже вот этот сбор. Я думала, почему колеса, почему они все... Ну, да, видите. Такая позднесоветская уже традиция была. Кто и кто звездки, он видит сбор колов от МТЗ и остальных. Вот, вот, огромные эти шины, тяжелые. Пирамида выкладывалась одно слово. И когда в тот час можно было глянуть с подорожника на Беларусь и на ВИТО, можно было поглядеть, что возле это сотни тысячи вогнищевых. Вся в огнях. Водзиную ночь. Ну, как, с большего, если сказали, шостого насемая. Ну, вот он в нашем регионе. Так, так. Потому что, например, в заходной Беларуси вогнищи шостого насемого огня не полили. И навод с 24 на 25-х этой шины не сбиравши. Ну, тому. Ну, а сколько-то про звогнища шин было дуже незручно дарить. И вот на пытание отказывающих, когда давна это был друс дровляный, который покидал после себя попелища, головешки, то шины горели на протягу трех днем. И потом главное было очень хорошо за это затушить, чтобы оно... Да, чазили черным дымом. И я уявляю, какая была бы эта пара, разорвавши на руки, не разорвавши, это были бы черти, которые уже зашли чистыми, а выскочивши такими чертятами. Да. Очищение огнем. Очищение огнем и смурот дымом. Довольно, да, специфическое. Спасибо большое, что осветили вот эту часть, ну, наверное, одну из самых важнейших часть Купальской ночи. Мы идем дальше. Екатерина спрашивает, была ли... Ну, хороший вопрос. Была ли какая-то накупалия обрядовая еда? Что она из себя представляла? Что можно будет попробовать на фестивале? Вот уже даже отсылка к предстоящему событию. Давайте вот про гастрономическую часть поговорим. Ну, вообще, еда на Купальскую ночи, ну, это яичница. Самое главное, с коробки нельзя было выбрасывать. Ну, почему само, собственно говоря, яйцо является символом, как бы, да? Вот если мы, опять же, сравним, язычество и христианство очень тесно переплетено в белорусских традициях, как и в целом у всех, наверное, людей. Допустим, все мы знаем, что на радуницу нужно принести своим предкам яйцо, покататься на могилах. Почему, собственно говоря, пошёл этот символ? Потому что, если мы возьмём основного в славянской мифологии бога, который основателем рода являлся, он так и назывался род, он появился из яйца. Поэтому предкам желали через яйцо это скорейшего возрождения души. Перерождение, да. В жизни постоянно. Поэтому это логично, что ели именно яйцо, яичницу на эту купальскую ночь из коробок, делали такие небольшие сосуды, из них выпивали кто воду, кто чай, собственно говоря, кто-нибудь ещё что-нибудь. В общем, всё шло в дело. Это было замечательно. Чем нас будет удивлять на фестивале? Вот нам, наверное, несколько рассказали подробно. Прям вот совсем удивлять каких-то изысков там гастрономически. Яйца мы будем, сейчас не яйца. Конечно, куда же без яиц. Как говорится, всё с того началось, всё тем и закончится. Да, ну, соответственно, конечно, традиционно купальская яичница, но, как говорится, одним яйцем тасить не будешь. Поэтому блюда традиционной белорусской кухни из картофеля, из мяса где-то будут, у фудкорта будет разнообразное множество. То есть это будет и пища в кафе Дудуток, то есть там полноценный обед, завтрак, ужин, первый, второй, третий, компот, куда же без этого. Но не из яиц нормального. Ну, правильно, потому что если человек приезжает к 11 утра, я вот вижу программу, и он там до часу ночи, если он приходит, ага, у нас уже в 2 часа на берегу реки птичь. Ну, то есть здесь надо быть подготовленным им рано и физически. Да, то есть абсолютно будут работать фудкорты по всей площадочке. Там можно отведать и яичницу, и драников, и блинчиков, и чего-то посолиднее, скажем так, типа полноценного комплексного обеда. Поэтому голодным не останется никто. Ну, и, соответственно, предусмотрены какие-то легкие перекусы к 2 часам ночи, потому что, ну, самых смелых, ловких, умелых, которые пойдут на берег. Которые доживут, да дотянут до этого. Ну, нужно покормить, чтобы придать им сил. Поэтому пусть никто не переживает, голодным никто не останется. Ведок с голодным, как голодным не застался. Ни в коем случае. По отдельной программе. Хорошо. А что же, ну, давайте тогда, раз уж пошла тема про еду, здесь и напитки. Давайте мы поговорим на чистоту. Что же пили в Купальскую ночь? А вы вот зверните увагу на белорусский фильм, знятый в советские часы Купальская ночь. Там есть момент, где два соседа, дядюка, вот я сказал, что Наталья, они не мали чарек. Они спочатку выпили яйки. А потом? А потом яйки скирыстали в выгляде чарек. Вот, бишься, то, как коло-зворот. Все, все спотребится. И пили они не воду по-суседски. Купальскую ночь. То есть, махчимая не ведаю, что будет на фестиваль, то больше. Ника скажет, ну, пиво, можно ли, выварили. Потому что пиво был дуже важный напой для белорусов, то, как та же яешний символ плодовитости роду, то пиво так само было напой заимодносим. На Купальскую ночь на их очей пиво отримлилось найсмачнейшее. Якое поты можно было скорыстаць на надею, то бактуешь бочечку закопать с пивом, мед, махчим. Крупник, я не отмолю, что крупник варили. Это белорусский национальный напой. И как раз символ купальской растительности природы, это чудо-дейные зелки, травы, которые набываются в мото. Вот крупник уже шварится на травах. Поэтому махчима, что крупник отметный. Был на купальне именно это. Чтобы потом весь год им шаспалаться. Но я так меркую, что наши прадки введали, кольки треба с этих яек выпить. Потому что, уличиваясь, что им треба было еще гайсать из прозвогнища, из ци дороги, треба статок коров прогнать с прозвогнища. То они уживали только, сколько треба. Я сказала, моя бабуля, сегодня мы кильшик бога гневить. Я меркую, что накупали, они дозу свою введали. Умеренно, очень умеренно. Крупника и так, да, споживали. Класс. Кстати, очень хочется тоже отметить вот эти традиции пивоварения в Беларуси. Почему-то очень многие думают, что Германия вообще является лидером по пивоварению. Германия, Чехия, да. Да, Чехия, соответственно. Вот в Мюнхене проходит замечательный фестиваль Октоберфест. Честно говоря, если поднять традиции белорусского пивоварения, мы входим в абсолютно равные права. И вот, возможно, у нас когда-нибудь будет тоже такой фестиваль, кроме Свято Солнце, где мы рассказываем о своих традициях, у нас еще будет свой пивоваренный фестиваль какой-то, который станет еще крупнее, чем Октоберфест. Хорошо. Мы возьмем это на замес. Следующий вопрос Галина задает. Знаю, что на Купалье проводится обряд венчания молодых. Расскажите подробности, можно ли называть Купалье аналогом 14 февраля Дня всех влюбленных? Или нет такого обряда венчания молодых? Ну, тут как бы гражданские браки, я бы сказала, скорее. Скорее, на Купалье, да. Потому что... Как раз-таки их нельзя сравнить 14 февраля. Наверное, вообще не очень люблю про-американские какие-то праздники навязанные. Это не наши традиции. И как раз-таки на 14 февраля людей как раз-таки венчали. А символ этой ночи, это, так сказать, давайте говорить прямо. Это не такой, видите, античной вакханалии. Да. Только в белорусских реалиях. Потому что... Мы ведаем, да, мы ведаем, что наши соседи так само ведут свято на Яна, на Купала, так. Али в той из продвечной традиции долгие часы она существовала только в Беларуси. Не так же, например, славяне. Россия, Украина. У них в 20-м ста годзе шмак что изменилось. У нас, как сказала Наталья, и вось моменты громадянская шлюба накупали. Али это дуже були смелые люди. Потому что, видите, махчима, што уже в 20-м ста годзе смелость гэта зникла. Али вось еще при нам с 19-го брать конец, там, номерку и 18-е, то все-таки умыкнуть девчину сколок Купальского в окол, в огнище хлопцу. Было рызыкованно в том сенте, што хтось теж мог и подглядеть. И потом пойдуть плетки, про яке ведет тольки бог да корова, што там отбылось, разумеется, да, ущары. А это один ум, а другие вот стоишь богнище, как пары скокали, как я сказал, что надеюсь, это был смелый учинок. Кали все на вокал бачили, что Олесю взявши той же шьян, так, и Степка взявши Ганночку, значит, у них уже есть одно сен. Ага. Значит, они перед громадой засвечили, что они взяли на себя смелость скокнули. Ну, то есть публичное такое, да? Так, так, да, тубок разумеется. Але самое главное, што мая рацию Натали, коли кажешь, што мы ведаем шмат инших заходних, усходних датов, падеевы, которые мы раскручиваем одмыслова зараз, а у нас Глеба дуже начиненная белорусской адметной традицией. Миновито для молодых людей, для взаимодносин, коханья, любовь, милостей. Купали, это был пик, но вот, коли все дозволялось. Но вот, махчима, батьки заплющивали десять в очи. Ну, коли накупали с тобой, донечка, это сдарилась до сынка, ну, то хай уже. Это, махчима, потом выправим яксти, так, да, шлюп возьмешься. То есть это не казалось, скажем так, таким осуждаемым, да? То есть на это закрывали глаза? Я могу логически объяснить, почему это даже не осуждаемо. Смотрите, ведь все вот только что затрагивали тему укропника, трав, т.д. Вообще ночь на купалу все знахарки и вообще женщины старались насобирать травы. Почему? Потому что именно в эту ночь травы набирали самую полную силу. Но это известно по физике, почему так происходит. То есть травы, обогащенные максимально своей жизненной энергией, они собирались в эту ночь, они слились в дом, под утро нужно было положить под купальскую росу, эти травы сушивали и использовали в очень редких случаях. Только если болел кто-то из членов семьи, окуривали, либо от злых духов, либо от несчастья защищались. Но суть в том, что именно в этот период времени все очень плодородит. Ага. Символ этого... Разумножение. Разумножение. То есть люди должны рожать других людей, чтобы... Ну да, размножаться, да. И если мы берем вообще маленькое поселение, где вокруг друг с другом они делают свадьбы, то вы понимаете, как бы нужна свежая кровь. Да, да, да. И очень часто как бы вообще некоторые поселения объединялись, собственно говоря, для выживания. Для того, чтобы... Да, просто поменяться этой крови. То есть нужно очень четко понимать, что это не просто вот ночь, в которой все дозвольность. Это сделано логически для чего? Для выживания. То есть в этом как бы традиция, она все равно имеет очень правильный корень. Это ни в коем случае не развратный и так далее и тому подобное. Это для семьи, для выживания. Я вот хочу еще уточнить про костер. Пары прыгают. Вы говорили, девушки прыгают, хлопцы прыгают. А, ну хорошо, прыгают только неженатые. Я, например, вот я с мужем хочу прыгнуть. Меня уже... Я уже не имею оснований для этого. Мы же говорили вообще о том, что через костер вообще желательно всем прыгнуть, потому что у вас символ очищения. У вас огонь очистит. И вот как мы говорили, во-первых, считалось, огонь не только забирает болезни, он еще и собирает изнутри из души все ваши темные, которые за год вот все равно накапываются. Накопилось, да. Бывает, бывает. И вскроет ваши внутренние зерва, о которых я уже уже упоминала. Шить будем. Как минимум два варианта. На вот не шить. Я так наркую, когда вы своим мужем гра станете празбогнище, потом почнется 14-е лютого. Вы знаете, да. Вы же наткнетеся гэтым полымем, прагой, потому что что есть купали. Вот этот корень «куп» — он там мая розных шмат початков. Але один из перекладов для европейских мов — это «куп». Нечего прагнуть, угоряча жадать. Угу. К тому давней махчимо уже такие батьки и не дозволяли себе свободство такого перед молодцем. Потому что уже, простите, уже детей вон. Да, да. А лишь мы в 21-м 100-годде живем, да. Можем себе позволить. Да, мы уже дозволить можем. Можно затрематься над вогнищем парой. Две секунды затремались, потрусли кишенье, все старое завалилось и далее. Ага, ага. Значит, мы делаем вывод, что прыгать надо через костер всем. Не бояться. С кем есть пара, тот прыгает с парой. У кого нет пары, может поодиночке, да. Ну, потому что это его личное дело. Правильно? Все, мы это запомнили. Кали только у вас не зимушка, а зима народила. А, хорошо. Так, идем дальше. Немножко перенесемся к фестивалю. Сергей спрашивает, здравствуйте, скажите, будет ли организован какой-то трансфер из Минска на фестиваль? Да. Трансфер будет организован. Утром ранним два автобуса поедут из Минска с Дружной в 10.00.12.30. С Дружной, обратная сторона, получается, вокзала. Да, вокзала, до вокзала. Вечером поедут автобусы, ну, соответственно, после самых основных действий всего. То есть первый автобус около восьми вечера, а второй после одиннадцати, после завершения уже одной из ярчайших частей файр-фестиваля. Так. Все подробности о трансфере из Минска, из Рудинска в Дудутке можно посмотреть в группе ВКонтакте, как вам Свято Солнце. Свято Солнце называется. Свято Солнце, да. На нашем сайте святосолнце.by. Либо задать нам по телефону. Позвонить, не стесняться. Да, позвонить, не стесняться абсолютно. Все ответим, все расскажем, потому что, прошу прощения, расписание есть, оно уже готово, и каждому по своему желанию мы можем подобрать, подсказать удобное время приезда и отъезда на фестиваль. Так в первый, так и во второй день. Что будет написано? Там будет табличка Свято Солнце или будет заказной? Конечно, автобус будет отмечен, определён опять же в группах на сайте будет висеть госномер, название, телефоны связующего, то есть вся-вся-вся информация будет предоставлена в соцсетях. Нам главное запомнить, что уезжают в 10 и в 12 от Дружной, а вернуться уже как-то можно, ну как карта ляжет, правильно? Можно загулять на куполье в лесочке. Кстати, у вас на сайте была такая очень интересная ремарка, кто хочет остаться на ночь или кто переночует, что-то там было такое. Я ещё подумала, о как ребята, сразу так основательно. Ну да, что... А, вот дальше у нас ещё будет вопрос про палатки. Давайте, может быть, я сразу его найду и задам. Один момент. Так. Вот. Влад спрашивает. Влад. А можно ли приехать со своей палаткой и поставить её где-нибудь рядом с музейным комплексом? Совершенно можно. Это только приветствуется, потому что специально для таких людей мы организовываем палаточный лагерь, который находится непосредственно напротив музейного комплекса Дудутки. Это большая огороженная территория со своей инфраструктурой. То есть это биотуалеты, мусора, всё цивильно абсолютно. Там будут даже работать свои, собственно, отдельные точки общепита прям до утра. Такой лайфхак, да? Да, такой лайфхак. Ну, потому что люди все приезжают с определёнными намерениями и целями и хотелось бы, чтобы все остались довольны всем, скажем так. Ну, естественно, все эти удобства и развлечения будут не бесплатны. Будет взиматься экосбор в размере 5 рублей с одной палатки, не с человека, а с палатки. Вот, всё это будет взиматься на входе, но скажу так, что за такие, скажем так, не совсем большие деньги удобств будет предоставлено достаточно. Надо ли бронировать заранее или сообщать, что мы хотим приехать с палаткой, чтобы вы как-то могли представлять, сколько людей на гряне. Поля пока позволяют, благо Беларусь у нас большая. Тьфу-тьфу, ещё не вся застроенная. Просто приезжаем с палаткой. Заявочку нужно будет оставить тем людям, у которых нет своей палатки, нет своего спальника. Это можно всё взять в аренду прямо на месте. Для этого нужно написать нам в ВКонтакте в специальном обсуждении. Там есть тема, кто едет без палатки. Пожалуйста, мы вам всё предоставим. Оставляйте заявочку, чтобы мы знали, в каком количестве нужна наша помощь. Хорошо. Спасибо. Поэтому милости просим. Всегда рады туристам. Спасибо, спасибо. Юлия спрашивает, будут ли организованы поиски папороть-кветки? Ну ещё бы. Можно, к примеру, сделать квест по поиску цветка. Было бы здорово. Что вот апогейт, так сказать? Рассекречивают нас раньше времени, конечно. Скажу в двух словах. Всё-таки все тайны продавать не буду раньше времени. Хорошо. Идея квеста есть и она будет воплощена 17 июня по поиску папороть-кветок. Во сколько примерно по времени? Это будет в районе обеда, где-то начало всё с часа дня и до вечера прямо. То есть все подробности мы узнаем непосредственно на мероприятии. Всё-таки интрига должна быть. А папороть-кветка будет хоть? Будет шанс её найти? Будет шанс найти папороть-кветку, будет шанс пройти квесты и вот все купальские традиции, скажем так, в этом квесте будут у нас... Я тоже поборюсь, поборюсь, так сказать. Да, легко, пожалуйста. Единственный момент. Может быть, мы сейчас отметим, насколько я знаю, вы хотите огласить какие-то условия для прохождения квеста или что-то ещё? Да, давайте, вот сейчас есть. Требо быть дуже голодным перед этим. Потому что спочатку на величезный экран мы выведем вот эту чудовую нашу кулинарную... Что ты делишь? Нет? Это серьёзно? Нет. Кулинарную находку котлета-папороть-кветка. Вот им даём всем повидельцев, все рушат на просторы Уздинской... Уздинской районы. Вы начинаете рот папороть и шукать котлету. Она будет такая, на кило ваги, её можно... Серьёзно? Большая? Вы серьёзно? Вы просто все смеетесь? Я не могу понять, это серьёзно или нет. Обзовём это одним из этапов квеста. Ага, ага. Хорошо. В любом случае, смелый, ловкий, умелый и бесконечное желание. Всё остальное, скажем так, приложится. Видать, я бы хотела самого папороть ещё. Ааа, то есть вот в этом-то вопрос, да? Чтобы было прикрыть это всё. Хорошо. По поводу папороть-кветки. Давайте вообще поговорим о том, какие чудеса ожидают того человека. И в наших стародавних временах, какими скиллами, какими навыками, возможностями должен обладать человек, который уже бы нашёл эту папороть-кветку. Я знаю, что он мог слышать голоса животных. Нет? Мог? Что обещалось? На сучастный лад всё-таки мы живём уже час, видите, вселяких, мягкое слово белорусское, гаджетов. Треба сказать так. Экспириенс повышается дуже суцельно на 10 пунктов от разу у человека. Так, да. И он обгрейдживается во всех своих структурах. И он становится супер-магом-алхимиком и всё остатнее. Только на одну эту ночь или до конца своей жизни? До конца своей жизни. Назавжды. Одинное, что треба захавать вот этот релик, папороть-кветку с собой. Не стратить её. Не потерять. Успешение большое. Как бы это было давней, ну, мы все ведаем, да? Тому зараз думаешь набрать, кто знал, кто папороть-кветку. И нам наши пошуковики обовязково откажут, да? Знайшовся человек, который знал папороть-кветку. Ему посчастило. Этот человек жил здесь на Воложенщине. Белорусской. Да, вот. И он, погнавши валов, потом крышечку выпил крупняку и стратил. Валы стратили его, а он валов. Он решил их найти. Пошёл в густарь леса. Долго шукавши, прилёг спать в папороть. И как раз в 12-ой ночи, нуль-нуль-нуль, кветочка гэта расцвела и трапила ему в лапаць. То есть так он зачапивши. Он с лапцем с гэтым рушил до хаты. И он бачил, что его клянежонка в хате, что кажешь, что здесь ты волоцухаш в НДС, разумеется. И он побачил, где валы. И он побачил все скарбы навокал, захованные. В земле? Так. В земле и навод в болоте, в Барнкот. Ничего себе. Но, пришёлши до хаты, ему запекло правую ногу. И он скинул лапцю, думал, босонож за валами свой, а потом пойду за скарбами. Скинул лапцю, он стратил что? Папараць кветку. Ставался звычайным таким белорусам, который не ведает ниже скарбы закапанной, ниже гвалы ходит. Пильновать треба, пильновать. Мы маем рады комусь и посчастить на фестивале, знайсти. Так. Можно даже подсказать ещё несколько... Точные координаты. Но интрига, интрига. Мне кажется, вообще, не нужны человеку все богатства мира, но тайны некоторые очень хочется узнать. Вот тут, мне кажется, интереснее будет вопрос. А вообще, считается, в эту ночь сами животные разговаривают между собой. И, кстати говоря, ещё один цветок хочу очень интересно упомянуть, потом вернусь к разговору, как есть возможность найти ещё этот цветок замечательный. В общем, есть такой замечательный цветок. Иван Дамария называется. Иван Дамарий. Да. Он выглядит... Похоже на альпинт, на самом деле. Это замечательный белорусский цветок, только он двухцветный. Жёлтого, фиолетового цвета. Вообще, есть такая замечательная легенда, что парень с девушкой Иван Дамария подлюбились, поженились, собирались жить долго и счастливо, но тут они случайно узнали, что они брат и сестра. Не выдержав этого, любимые решили всё равно никогда не различаться и стали одним цветком. Поэтому, во-первых, парень, который найдёт в эту ночь Иван Дамарию подать свой служеный, будет верен ей навсегда. Это очень интересная традиция. Семьи же старались найти в эту ночь цветок Иван Дамария и разложить его по углам хаты своей. Почему? Это считалось оберег дома от воров, потому что Иван Дамария, они всегда переговариваются, и вор, который залазит в дом, думает, что там никого нет, на самом деле слышит голоса. Здорово, спасибо за такую удивительную, красивую историю. Это очень интересная традиция. Теперь возвращаемся к папоротке. Возвращаемся к как найти. Вот, опять-таки, что кому надо. Если всё-таки вы преследуете цель найти этот папорот, во что бы то ни стало, и поделиться всеми этими богатствами со своей страной, со всеми добрыми людьми, так сказать... Ну, законодательство так требует, да. 25%... 25% котлеты. 25% котлеты. Нужно взять с собой в лес белую льня, ну и скатерть. Белую льня. Так... Гуляете вы в лесу. Тут оп! Вам навстречу идёт такой смешной дедок. Называется он Купальский. Если у него в картине горит ярким пламенем куча-куча каких-то цветов, всё знайте, это он. Скорее расстилайте перед ним белую льняную скатерть. На эту скатерть... Он сразу вам выбрасывает один цветок. И как правильно только что, вот рассказали нам традицию, главное сохранить, чтобы у вас не отобрали чистая сила, а она гуляет везде вокруг вас, а вы один и один... Так и прямо норовит. Да. Так он норовит выхватить. Вы должны на правой ладони сделать небольшой разрез. Засуньте цветок туда. Да. Угу. И после этого вот, собственно говоря, будете знать, где валы, что там с женой или с мужем происходит на каком свете, и также эти все тайны перед вами раскроются. Но цветок уже будет с вами. Надо только пожертвовать немножечко собой. Чуть-чуть. Ну а, так сказать, на что мы подписывались, да, надо понимать. Хорошо. Разом с нельной такой куделью, требовозящий ножик. Да. Грибового кошка, может, грибового. А то все правила знают. Зеленку, зеленку йод, супадение крови. Тогда штрафы все наберут, можно по дорожникам сразу. Сразу же, да. Так, так, так. А чтоб не перепутать. Хорошо. Вот интересный вопрос, практически такой. Павел говорит, ну мужчины всегда они такие приземленные. Скажите, а что вы планируете делать, если пойдет дождь, погода нынче нервная какая-то? Ну, люди хуже, честно. Ага, так. Ну, на самом деле, погода как таковая никогда не была помехой, скажем так, никому. Ну, природы нет, плохой погоды, всякая погода благодать. Все мероприятие будет проходить в том же... Состоится при любой погоде. Совершенно верно, мы хоть и не солодухи, но мы гарантируем, да. При любой погоде оно состоится, естественно, предусмотрены и навесы, и укрытия, но и люди, посетители видят, что происходит, поэтому зонтики не отменял никто. Дождевики. Предусмотрительные дождевики, зонтики и веселье купальское, я думаю, нам не испортить ничего. Я бы вообще еще даже никуда хотела дополнить. Сплошные плюсы, на самом деле, будут в дожде, кстати говоря. Я смотрю, вы вообще положительный человек. Вы с любой точки зрения можете... Да, да, да. Ну, да, и руку режет. Ха-ха-ха. Присканали. Так. По линии судьбы это как разрезано. Чувой. На самом деле, собственно говоря, этот праздник чем-то замечательный. Огонь и вода — это две самые главные ключевые стихии, собственно, говорят, слияние этих двух стихий, произошла земля. Угу. Как в этот день все вот это вот мероприятие создано для того, чтобы вам было тепло, хорошо, чтобы вот эти все эффекты, так сказать, снаружи выпуснули, очистились, то, представляете, у вас еще будет союз гармоничный воды и огня. То есть мы не будем бояться дождя. Наоборот, у вас вот просто вся благодать не зайдет. Опять же, это повод. Вы приехали на фестиваль один, очень хотите познакомиться. Не знаете, как... Нашел зонтик пустой. Да. Взял пледик с собой, девушку, значит, так приобнял, обогрел, приютил. Это же совершенно другая история. К слову, размножение, да? Да. Хорошо. А вот, кстати, Анастасия, мы уже ближе к программе фестиваля идем. Анастасия спрашивает. Расскажите, что в программе фаерщиков? Сколько будет команд? Можно ли будет самим попробовать покрутить огонь? Как долго продлятся их выступления? И во сколько они будут начинаться? Очень много вопросов. Давайте по порядку. Я запомнила. Да, да. Хорошо, так. Смотрите. Значит, очень интересный вопрос. Вот из всего я хотела бы выделить, можно ли покрутить огонь самому на фестивале. Этот вопрос у нас задают практически все гости на свадьбах или каких-то мероприятиях, где мы выступаем. Да. К сожалению, мы вынуждены в данном моменте отказать, но будем рады вас видеть с сентября месяца на наших тренировках во дворце молодежи, шоу проект «Элизиум» будет сразу вас встречать, тренировать. И когда тренер скажет, что вы готовы по всем, так сказать, по стандартам и так далее и тому подобное, с удовольствием мы выдадим горящий реквизит. Вы услышите шорох огня, влюбитесь в него навсегда и станете членом команды. Вот. Мероприятие начнется в 21.00, закончится в 23.30. На главной сцене? Это будет сцена возле главной, потому что на главной сцене будет очень дорогостоящее оборудование, там очень серьезная группа выступает. И я буду на главной сцене. А это вообще только ради этого, собственно говоря, фаерщики согласились вместе перейти на нижнюю сцену, так сказать. Полымянные дучи бегающие. Просто шоу, блин. Ты же дождь, он же тушит. Ты будешь землей. Я буду две стыхи. Одномоментно, да. Вот. Поэтому, да. 21 час. 21 час. Мы вас всех ждем. Начнется представление команд. Их будет 16. Это как сольные исполнители, так и коллективы, которые приедут к нам с разных городов в Беларуси. Это Брест, это Гомель, это Витебск, это минские команды. Это, в общем, на самом деле, достаточно полноценный набор артистов с разных кусочков. Полноценный. Хотела сказать, что много регионов представлены. Плюс еще к нам приедут наши друзья, коллеги. Замечательный проект «Стробосы» из Киева, который приводит и презентует свою новую программу «Этно». С множеством пиротехники это будет нечто грандиозное, поэтому будет очень интересно. Не пропустить. С 21 часа до скольки примерно? До полдвенадцатого. До полдвенадцатого. А потом мы куда плавно переходим? А потом плавно мы остаемся на месте. В главной сцене включается концерт. Хорошо. Вот прям сразу нон-стопом. Все веселье продолжается. Хорошо. Давайте немножко еще больше про фаер-шоу поговорим. Сколько человек, который приходит вообще с нуля, элементарные базовые элементы, за сколько времени он может научиться? Понятное дело, что все зависит от способностей конкретного человека. Ну вот какая средняя температура по палате? Интересное выражение. Вот смотрите, настолько на самом деле разное. Потому что приведу к примеру гимнастка, которая может прийти с уровнем кручения разного реквизита. Им просто вкладываешь чуть-чуть другой реквизит. Они через два, собственно говоря, тренировочных выступления уже могут работать полноценно. Есть человек, которому нужно владеть подскостями за три месяца. Иначе его, ну, страшно выпускать на сцену, потому что он себя подошел. И еще и того парня. И команду заденет. Потому что техника безопасности, это, безусловно, самый первый критерий, с которым ты вообще начинаешь работать с фаер-шоу. А есть у вас какие-то, ну, не знаю, мази, которые помогают быстрее справляться с ожогами? Или их не настолько сильно ощущать? Нет, ожогов вообще не должно быть. Это принцип главной работы. У вас не должно быть никаких ожогов. Иначе вы неправильно тренировались. А если руки совсем не из того места растут? Ну, вас не выпустят на сцену. Но, естественно, всякое бывает. Потому что это, опять-таки же, стихия. На радио тоже недавно мы общались с коллегой некей Полиной. И затрагивали тему приручить стихии. Я считаю, что огонь... Вообще стихию приручить невозможно. Это смешно. Можно уважительно относиться к огню, соблюдать требования безопасности и много тренироваться. Но, опять-таки же, за счет того, что это стихия, это пиротехника, которая может сработать в неправильном, к сожалению, режиме. Естественно, вы находитесь в постоянной, как бы, опасности. Поэтому нужно очень много контролировать. Естественно, всегда лежит аптечка в машине с артистами. Она присутствует. Да, это какие-то мази, типа пантенола, достаточно стандартные, которые помогут вам как-то скрасить боевые раны. Но, опять-таки же, повторюсь, что цель в том, чтобы у вас не было ожогов и работать без ожогов. Спасибо большое. Так, переходим, переходим мы к следующему вопросу. Евгения спрашивает, какие народные приметы существуют на этот праздник? Будет ли про них рассказано на фестивале? Ну, вот прямо сразу скажу, будет отдельная площадочка, называется этноплощадка, на которой вы можете плести венки. О! Да. Так, вот венки тоже еще важная часть, про которую мы сейчас говорим. Да, я сейчас вкратце про площадку, а потом вот про венки. На ней же, опять же, будут рассказываться, конечно, не очень углубленные, для того, чтобы это было интересно слушателям о купальских традициях, будет показано, рассказано. Вечером, опять же, максимально приближенно к боевым условиям, к оригиналу, будет проведено обрядовое зажжение купальского костра, то есть это будут хороводы, это будут условно обряды очищения, то есть, ну вот, возврат к традициям предков наших, скажем так, в чем нам помогут, это на студии Кетри и группа Племя, вот, ну и, возможно, еще ребята согласятся, точнее, останутся, потому что у нас очень много команд, которые непосредственно вот этнический фольклор представляют на фестивале. Вот, поэтому здесь все будет озвучено непосредственно. Здесь где-то было вот… Да, с десяти… Этноплощадка, с десяти… Этноплощадка, да, с десяти до восьми часов она будет работать, на ней постоянно будут находиться специалисты-мастера, которые все расскажут, все покажут, приложат ваши рученьки непосредственно к нужному необходимому делу и, скажем так, вы сами себе сделаете на память тот большой красивый венок по правильной технологии. А вот у меня вопрос, а будет ли для всех желающих из чего плести вино? Конечно, конечно. Это точно будет? Это абсолютно точно будет. Вот, по поверью, венки нужно плести из нечетного количества трав, и чтобы среди них обязательно была одна огонь трава, ну, как крапива, да, то есть такая… Ага. Да. Но это обязательно, иначе не будет счастья, удачи и так далее. Ну, все, мы как-то переживаем какие-то эти… рубежи, да, руку порезать, чтобы попрыть, к ветку сховать. Ну, крапива-то чуть-чуть, там совсем мало и мало. И полезно, да. И полезно, она же свеженькая, молоденькая. Её съесть потом можно. Да, и съесть можно. Вот, поэтому в этом плане не беспокойтесь травы, хватит на всех. Трав, я бы сказала, хватит на всех. Ну, да, да, да. Хорошо, спасибо большое. Про венки? Давайте про венки. Почему плели венки? И почему их потом опускают на воду? И кто может их плести, опять-таки? Только не замужние девицы или уже замужние тоже могут? Василий? Не замужние. Только они? Ну, вы разумеете, венок, что это кола. Это символ девоцкой цнотливости венок. Всё, что было связано. К тому же, какая аж паника бета, уже стала будзе веночек кидать и на когости ворожить. А если своего, ещё больше? Ну, ещё больше. Я шучу. Ещё больше. Как вы разумели, что накупали венок, это не, ну, символ солнца, разумело всё, что кола, да. Але венок, как бы, эротичную мифологию беларусов, это девоцкой частени. И замужние уже не могли связывать свою жизнь с веночками. Ну, зараз, как уже сказал, в иншие часы, любить уже и сталая пани, с подарками веночек, здесь и фотосессию уладить. Да. В ней такое не робили. Там укидали только незамужние девчата веночки. Уже веночек своему хлопцу, так само робившие они, девчата. Сам хлопец не ходил там, да, веночек. Ну, не мужское это дело, да. Не мужское дело, веночек, видайте, было бы на что веночек, голова бы нормалёвая, наверное, ну, как бы, разумеется. Таму девчата кидали веночки, уже, отповедно, там уже сила воды стыхия, уже там моливши, там кабьон плывши, не потанувши. Есть такое меркование, навод, в некоторых местинах, что веночек, коли тонувши, что, значит, девчонка не зусим уже девчонка, разумеется, про это уже... Ничего себе! Да, да. Ну, купали, всем все можно дозволяется, но, для певной межаж все-таки была, пристойностей. Таму, это так само было и выпробование. Коли саро девчат знаходзялась сабровка, яка адмовлялась кинуть веночек, таму, что она лечила, что раптом речень карака хвалями, его паглыне, у них ворит. Она могла так, зненац пусыстия от этой, да, обратно. То есть, очень тактично проходила, да? Чтобы, опять-таки, публична это... Гэта свет, он стварався стагодзем. Гэта зараз все, ешь, в электронном выгнадзе, достатково от ноутбуксового открытия. А далей табок, от прадков из уст на уст передавалась эта информация. Она часто гнила и напруживала людей. Им было, нести гэта тяжер, и за довольнением, а ле и с боязнью. Тому венок, гэта, дужа была особистая справа. Такая вот. А травы, изелок, хопец, даречи, дякую господарке, мясцовой сельгасы. Она предоставит, как раз, ответственный за венки. Она предоставит, трактор, запошенная распроцовка и косилка, какая накосить нам тонн с пятьдесят. Если она будет влечезная купа, снова же корень купали, куп, купа будет травочки. И хай забавляется, лед, набирает сот, нецет. Крапиву. Я вот хотела бы еще дополнить немножечко. Опять-таки же, вот этот прекрасный обряд спускания венков, да, туда еще ставились лучники или свечка, зажигалась веночек, и он запускался. Опять-таки же, это символ единения. Огонь плюс вода получается... Соединяем, да? Да. Получится рот, вот, что называется. И еще мне вот хотела бы дополнить, что настолько прекрасны у нас вот эти традиции, опять-таки, что все возвращается и крутится. Возле честини, вот по-белорусски, хочется сказать это слово. А, я хотела спросить, а как делали люди в селах, где рядом, поблизости, не было воды? Куда же они? Ну, ведаете, например, воды, воды не было. Была вода, были студни, чтобы колоди жили. Вода, никуда не девавшись. Воду, это слово, допасовывали. Рек нет. Это уже... Мне кажется, заселения были, наоборот, возле реки. Ну, мягче были такие, хуторские, немеличкие поселения. Ну, это все мягче, что за 5, 7, 10 километров, не было воды. Даже Мочула, не было. Хоть в Беларуси сотни тысяч рек и озер, балакитный край наш, но теоретично могло. Но теоретично могло. это были студни, штучная вода. Вот. Из допомоги ее, уже работающегося излучение двух стихий, огня и воды. На ранец убрали, например, «Хлопцы, воду достававшись со студни, обливали девочек». Ай, молодцы какие! Разумеется, да? Хочешь, не хочешь, а вот эта совесть, это братерство полыми и воды, его никто не отмавлял. Захочут, вырают, перед ночью на купальне хлопцы. Яминут, только вода, и они до воды доберутся. То есть, Иван да Марья, что Наталья сказала, «Кветка», по белорусски моя название «Братки». «Разноколировки», «Братки», «Братерство звязь». тому вот, огонь и вода, сябры кажутся, как нитросянцы, навсегда. Понимаете? Еще, интересно, сразу пословицу вспомнила насчет колодцев при отсутствии воды. Считалось, вот, предки говорили так, что в день вот этого летнего, то есть, на Ивана купала, солнце заглянет в каждый колодец. Ага. То есть, осветит. Здорово. Можно было веночки и туда кинуть. Да. В колодец. Вот, вот еще продолжаем обрядовую часть. Алена спрашивает, как гадали на купалье наши предки? Я знаю только историю про венки, если честно. Ну, мы уже поговорили. Будет ли на фестивале местное ворожее, которое предскажет будущее? Вот. Прямо все так хотят знать будущее, что иногда же страшно становится. Может быть, ну что сказать, ну что сказать, устроены как люди. Да. И прелесть-то, что ты не знаешь и идешь вперед, потому что ты не знаешь, и каждый день что-то новое. Ворожай, конечно, будет, но... Где ее искать? Я бы не советовала относиться слишком серьезно к тому, что... Ну, вряд ли она наворожит что-нибудь. Ну, наворожить-то можно все что угодно. На самом деле, люди хотят верить тому, чему хотят. И верят тому, что хотят верить. На той же этноплощадке будет ворожая. Там же будет и травница, которая представит, да, травы чаи. Можно все будет попробовать, услышать много интересного. Вот. Наворожить себе. Что хочешь. Хочешь с одной травки, да, хочешь со много травок, да. Можно просто чайку попить, как говорится. Поэтому, скажем так, все будет, пожалуйста, приходите. А вот гадания, помимо исключительно вот венков, какие еще были? Ну, такие есть традиционных, или это было основное? Ну, когда не больше на Рождество, но когда-то как-то было. Да, мне тоже кажется. Здесь уже был... Василий, подождите, он копается в своих... Я зараз так, да, повырушу свою мязгу. Да, 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 я прямо слышу, что человек вспоминает. Это, наворожей, да речи, ну, людей натхнить, хай, то они скористаются моментом, предоставленным свято-солнцем. У нас, друзья, выражая особливая, первая мощь со 7-го сезона, битвы экстрасенсов. Даже так. Так, на вот так, да, и корония в под Борисово, она тутейшая, на замрач, и она дала згоду, тому все рушатся на свято-солнце. А на конт, вражая кровавая ночь, вот у нас коляды, час, такие, такие, и купальны. И вот певные моменты, которые связаны, например, момент соты для девчат, сотный лик. На коляды выходили, до плоту по ранку, обнимали чистоков. Только плот. Вот колецотно обняла девчинка, все, выйдя замуж в этом году. Там-сям по Беларуси была такая заведенка, нужно было купаль сорвать кветок, вот купаль, травы, зелок, но ночи, не видя, заплющившим очем, принести их до хаты, в раннюю потушечку поспали. Разницы прочнулись, взглянули, 12 розных трапилось, цвета, красок, значит в этом году шлюб забеспечен. Вот это нец от сот, минута как двенадцать. Той же белорусская есть такая трава придорожная, мало кто ведет, что наш подорожник называется трипутник. Трипутник, три шляхи, раздоль, разумеется, рост они, и вот завсюди девчата, давней вертаючись уже на золку до хаты, ползаючи, шукаючи трипутник, зубами взрывавши, загадывали себе, навіть, что ты ведешь, трипутник и старый, млад, а ось ты мне молодец мой крестниця, то Бог под подушечку повинен, в ночи был, зявиться той, кто придет за трипутником, приснивший кисти образ, да, человек особо, все, трипутничек да помог. Я смотрю, все в принципе можно класть под подушечку, и что-то там тебе будет, ну, то есть не прогадаешь, на утро главное разобрать, что там у тебя под подушечкой. хлопцы зазвычай, зубы клавшие какие там, накупали, девчину не поделили, да. Серьезно? Ну так, клали потом зубы зубы, отрастите знову. Дядок колядный, верни мне там зубочки, плавили ей сплавши, классис. Ну ось, таму, была и такая, видите, темная ворожба. Ну, в смысле, она была, у нас завсёды, у беларусов, темный бок життя, и добрый, они суда крыналисы. Там, ось, купальские зёлки, травы, ось, одмысловые, ось, мы зараз не знаем, какие на самом речи, давние там, и то, это год, мне кажется, 60-70 на 10, такие еще жили бабцы, да. Коли бы у хати хворый человек купальскую ночь заховывали, например, под страху, цю расчилену, калякенца, втыкавши, вось, гэтую зёлку, и калі на ранецу зёлка заставалась живой, гэты хворы чуняя. Калі она жухла, все, хвораву, значит, сапрыбачь, допродков, допрашиваю. Ну, вось, такая была, таксала, да. Ну, мы ведаем с больших, гэта вось, да, ворожба, там, на ляночке, там, зазвычай. Ну, тут еще купаль можно привязать и русалей, вот этот вот еще обряд гона русалок. Да. Когда выбирали, ну, то есть белорусские русалки, они, опять-таки же, отличаются от других русалок. Хвостами зазвычай. Потому что белорусские русалки, очень многие они жили на самом деле на деревьях, в основном они любили березы. Наши русалки. Да, 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 да. И, как раз-таки не могу подобрать российское слово, гушкались, качались на ветках. И они очень, не только могли защекотать какого-то плохого человека до умопомрачения со смертельным исходом, они также могли помочь, как, собственно говоря, вообще активных злых сил в белорусской мифологии нету. Потому что если ты хороший человек с чистым сердцем, тебе очень сильно надо, даже плохие персонажи, вот в кавычках плохие, станут на твою сторону. Совершенно верно. Есть, вот, кстати говоря, практически известный случай с русалками, достоверный, когда вдова с маленьким ребенком пошла в лес. Она вынуждена была очень много работать, чтобы прокормить семью, потому что ей некому было помочь. И она собирала ягоды и заснула. А маленький ее ребенок пополз на обрыв. Так вот, по поверям всем, и случаи там практически настоящие. Русалки спасли маленького ребенка, хотя у них самих деток нету, и считается, что они там детей могут воровать, и так и подобное. Но только не наши белорусские русалки. Они ребеночка укачали, маму накрыли, чтобы она отдохнула. Еще и ягоды собирали. Ну, как здорово! Как здорово! Вот сейчас вы начали прямо отвечать на следующий вопрос. В тему я задам Виктории. Что происходит с нашими мифологическими существами в Купальскую ночь? Что они, по поверям, делают, и есть ли чисто купальская нечисть? Вот про русалок мы уже рассказали. Может, есть лешие какие-то. Ну, вот Купальский дедок уже далеко. Дедок, да. Ну, вся нечесть активизируется. Как с ними взаимодействовать? Держаться в школу? Уважительно. Во-первых, нельзя смеяться над ними ни в коем случае. Нельзя говорить, что я всех сильнее, я тут вот с факелом плакаю. Сразу затушат, в общем, вот ведут куда надо. Ничего хорошего не будет. Три месяца под репутацией. Нет, вообще ни разу. Совершенно верно. Даже фаерщику, в общем, нужно опасаться. В общем, как с любыми нормальными людьми, нужно уважать всех, принимать, дары какие-то подносить. В общем, на Лысую гору лучше не ходить в этот вечер, да. Одному по лесам не шататься, так сказать. Вот в компании, поселениями, хороводом. И тогда все будет замечательно, мне кажется. Да. Одинное, что просто лечится, что они дуже активизуются, вот за ту самую коротенькую ночечку, им треба, видать, напасхудзить наибольшую. Вот эта Лысая гора для белорусов, до речи, местечек таких десятки по Беларуси, але лечится чемусь и под Мстиславлем, то бух самая такая Лысая гора, княжна над всеми горами. То есть, мне кажется, у нас есть под Менском Заславске, когда Лысая гора, так самая местечка, от Менского вообще не далече. Я не здивлюсь, что увлечиваючи, что Менск стоит старый на пагорках на величезных, есть так само. Какая-нибудь гора. Скажут, что в Курасовщине вот эта горнолыжная невеличезная горочка, это Лысая гора на самом деле. Оно и есть, да? Вот, да. Там у Гойса зая треба поважаючи местцы, я сказал, у Натальи их треба поважать. А так, от мысловых, да, вот эти злые дни, те, как вот еще, видите, горцуки, это те, которые могли коней увезти для ведьмы, как потом на Лысую гору там доскакать. В общем, коней мы своих бережем, я так понимаю, да? В эту ночь нам надо их держать у кого-нибудь. Одинное, что, например, в совесть часов сучастных и былых, это как бы из особистых годов сведу, и, я скажу, из летописов, что, когда господа находили у себя на подворку подозранную истоту живую, то пусть жаба ему не сподобалась, эти там гадюка гадая какие есть, а вот собака, как бы он неведа навез, или заявился, им адмыслова наносили шкоду, как потом лечить, что, когда заявится человек со шкодой, например, собаку, там, тулова, голова, раз заявился человек, адмысловой, сходжим, пошкоджением тулова, и головы, то, как на теле. Значит, это и он перетворился у этого ведьмака и ведьмарку. То есть его так помечали условно? Да, да. Но потом ж треба была купальская вогня, что не только старое спальвали, разумеется, потом не вслед этого и туда ж кидали. А уже вот в наши часы, при нам все на Могилевщине у нас найлеп, я скажу, найлепше, найгоршие ведьмы, злыдние гарцуки и волоцвы это были подразчаки-подлетки, потому что с 6 на 7, вся милиция, становившись на уши, все специалисты адмысловые, так само чугунка працавала в отметном режиме, потому что найгоршую шкоду, на властные подворки, на державное майно это делали детки, детки такие, до дзюковского взрослого, это были, зараз задумываешься, на самом деле, безглуздые идеи, например, на чугунку Бервянов скласси, мне здаётся, злыдними кировали, потому что на ступстве, никто за их детей не жал, потому что знять вестницы, лаву выдернуть, малины и вишни объезти, это и так, нещача, да, 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 но вось завсёды, вось эту роль переляли на себе уже дети, ну, в Советском Союзе темных силов не было, разумеется, по доктрине, и мифология отсутствовала, поэтому мы, дети Советского Союза, взяли на себе роль ведьмаков, ведьмарок, и нам наносили шкоду так само, как будто на наступный день прийти до батьков и сказать, а, вось гэтага я пугай перетянул, покажи спину, вось доклад на ём. Тоже помечали, да? кататка за сына называется, да. Угу. Спасибо большое. Так, ещё хороший вопрос Виолетта задаёт, скажите, будет ли какой-то интерактив для детей или это праздник исключительно для молодёжи, семейным парам, там не будет скучно? Ну, как раз таки у нас семейный формат фестиваля, никому скучно не будет, для детей предусмотрена отдельная площадка, там будет стоять лабиринт игрушечный большой, рядом будет пиратский корабль, много точек с эквагримом, много, в принципе, интерактивных точек, где могут участвовать не только взрослые, но и дети, это и стрельба из лука, это и безопасные битвы, боттлгейминг, и настольные игры, то есть площадка как таковая, приезжайте с семьёй и отдыхайте всей семьёй, потому что, ну, молодёжь молодёжью, но для этого, собственно, молодёжь собирается, чтобы в дальнейшем к нам приезжать уже семьёй. Спасибо большое. Алина спрашивает, читала в программе, что помимо шоу огня на площадках будут работать каскадёры и акробаты. Это как? Можно подробности? Кто ответил? Ну, на площадках, на площадке концертной, которая будет работать с 11 до 4 возле кафе в Дудуток, это первая, скажем так, площадка, которая открывает наше концертное отделение. Там будут работать акробаты, в частности, это театр ВИР. Ну, каскадёры, я бы сказала больше, это немножко по фаер-части, потому что там, ну, всех без исключения можно назвать каскадёры, потому что работают они, в принципе, в довольно жёстких и сложных условиях. Да. Так что, вот если мы ответили на ваш вопрос, и те, и другие представлены будут и днём, и вечером, скажем так. Ольга спрашивает, считается, что купалье больше для незамужних девушек и неженатых молодых людей, а была какая-то функция у родителей? Как отмечало старшее поколение этот праздник? Вот мы уже говорили о том, что родители отвечали за то, чтобы провести весь скот через... Живёло. Да. Опять-таки же, где-то закрыть глаза это тоже их функция была. Не побояться выбросить всё лишнее в костёр, что приносило неудачу. Ну, и в хороводе, собственно говоря, поучаствовать. А вот замечательная традиция, которую Ника рассказала, главу поселения, это же безумная ответственность. Колесо. С него всё начиналось. Да, с него всё начиналось. Поэтому... Ну, и плюс, как Наталья говорила, детей грудных маленьких, которые ещё не могли, скажем так, в молодёжном веселье участвовать, тоже поперствовать, за ними присмотреть. То есть, ну, родители, мне кажется, здесь больше несут ответственность уже за хозяйство имеющиеся. Пока молодёжь гуляет, ну, как обычно, в принципе. Ну, да, да. Ничего не поменялось, да. Надо только кому-то от тылу прикрывать. И ведьму погонять. То есть, господар, так само, эти каваши. Да и, да, видите, наприклад, день перед ночью купали. То есть, как раз, буяние всех красок и цвет, избирание зёлок святоянских. Я и не меркую, что это робили девчата, не замужние. Это робили уже досвеченные... Им не до того было тогда, да? То есть, вот, белорусская, да. Ну, кабета, то бог, досвеченная господиня, какая моя веда, вот они выходили, я так думаю, купами, знал, что это купа, да, купа людей, купа речевых. Вот. Избирали зёлки. И до вогнища, не только старый друз, какие-то лохманы выкидывавшие. Вогнища очищальное было, но мелая лечилась лековая властивость. Не только сорочки там подносили хворых. Тих же деток подносили хворых. До вогнища. И я так само думаю, что это не браты-сёстры, а именно это батьки. Там есть, были разные функции у батьков мы купали. Ну, и с водой так назирать, да, так эти тиковать. Кому из сватов засылать. Да, да, да. Это Купальская ночь. Вот этот фильм, на самом деле, это очень известный белорусский фильм. Купальская ночь. Вы гляньте, что делают там батьки. Они текуют за своими голубками и только глядят, в каком жизни только головы там глядят. Вы вот, я раю перед 17-м и 16-м, посмотрите белорусский фильм Купальская ночь. Обязательно, да? Чтобы быть подготовленным ещё больше. Да, да. И батьки будут знать, что делать на фестивале. Восемь. Кстати, я ещё вспомнила, у кого не было воды, где купаться, они же баню топили. Да, и там сегодня шести баню как раз живут. Здорово. 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 А, ещё вопрос, наверное, вот заключительный. Денис спрашивает, как Вы выбирали музыкальные группы для этого фестиваля? Ну, главный признак, в первую очередь, стиль музыки. Ну, потому что всё-таки это обряды. Фольклорные. Фольклор, да. И на нашем фестивале фолк у всех его проявления, собственно говоря. А там, я вот помню, просветите, пожалуйста, есть фолк, фолк-рок, и есть ещё какой-то... Кельтик панк, который является ответвлением рока, фольк-рока. Это группа всё-крэйзи, представитель. Он пишет историю вот этого направления. Это единственная в Беларуси группа, которая играет такие вещи, собственно говоря. Они уже прославились на всю Европу. А во сколько можно примерно его послушать, чтоб наверняка... Всё-крэйзи будут открывать второе концертное отделение сразу после фаер-шоу, фестиваля фаер-шоу. Ой, в полдвенадцатого. Ровно в полночь. Это когда мы не расходимся. мы не расходимся, мы плавно остаёмся на месте, и ровно в полночь у нас начинается всё-крэйзи. Вот за всё-таки это крэйзи, видите, перешкальжает. Ровно в двенадцатой папороць-кветкой начинается вести. А мы все-крэйзи. А мы крэйзи за папороць-кветкой. Да. Ну, докладная кола будет вот так хистаться и... Ну, будем надеяться, что она у нас ровно в воду войдёт. На самом речи, да. На самом речи, музыка будет наша, тут же отметная розминная керунка, и организаторы поклопотились, как зачопить всех. Ну, потому что чистый рок-н-ролл, метал, те чтости там, поп не поставишь, не та и падея. Ну, не то события, не та окраска, да. И уличивающий сувисть часов. Уличивающий, что зараз двадцать пять шеста ходит, тысяч семнадцатый год, то треба, как музыка отповядала на густу и людей народженных давней, сучасная молодость, девяностая, и ктости, может, и семидесятых даже седа... Совсем современная, уже две тысячи, вот выпуск двухтысячных был, 15 лет, так что... Мы зачипим сердце кожного. Я всех покорей. хорошо. Хорошо. Друзья, спасибо большое за такие увлекательные, интересные рассказы. Я думаю, что много сейчас людей, которые нас смотрят, которые нас посмотрят еще в будущем по запросу, узнают для себя очень многое, но есть буквально несколько минут обращения к тем, кто сейчас смотрит, к тем, кто будет смотреть, приглашения, все, что вы еще не сказали, вы имеете шанс рассказать. Пожалуйста. 17-18 числа музейный комплекс Дудутки, начало официальное открытие фестиваля в 11 часов, 17 числа до 5 утра мы встречаем Купалье, день, ночь, утро, полностью купальский праздник, приезжайте, будет весело, много площадок, интерактивных этнических концерт, фестиваль, фаер-команд, конечно же, большой купальский костер, второй день не менее насыщенный, поэтому, я думаю, купалье в Дудуткове будет очень жарким. Василий, Василий. Так, доучаюсь до днеки, калиласка сябре витать, будем вас на купальской нашу ночь, маяцая добрая можливость очиститься от всего благого, скористаться моментом, вогнища купить всем, это однозначно, то, видите, и воды будет досталь для всех, к тому калиласка запрашаем родинами, сябрыной, с суседями, всю вашу и братину товариста, 17-го, 18-го до Дудки, будем отрываться по-белорусски, по-тутейши, по-адметному, так никто не отрывается, их белорусы на купале. Запрошаю. Аталия? Ну, я, конечно, присоединяюсь к своим коллегам, и приглашаю вас отдельно на это замечательное мероприятие, конечно же, я сделаю акцент на псевдомероприятии в мероприятии, это фаер-шоу, мы вас будем удивлять огненными сказками, дорогие друзья, нечего дома селить, лето, это маленькая жизнь, как был замечательный привет, Олег Матяев, так что мы вас ждем 17-го числа. Уважаемые друзья, спасибо, что сегодня были с нами, на этом мы заканчиваем нашу онлайн-конференцию, анонсы следующих конференций смотрите в выпусках новостей. Благодарим, всего вам хорошего, увидимся в эти выходные, до свидания. Все, налевшее.